Привет, друзья! Вы на канале 30+, с нутрициологом-психологом Аленой. Сегодня мы с вами говорим про дофамин и, соответственно, как дофамин приводит к зависимостям и как вообще, в принципе, повлиять на эту историю с дофамином. Как дофамин влияет на жизнь, я уже рассказывала в других своих роликах. Надеюсь, вы их отметили лайком и написали. Другой момент. Если мы с вами говорим о дофамин без формирования зависимости, можно ли получить? Да, можно. И я расскажу в этом ролике как. Конечно, то, что мы делаем ежедневно, то и создает нас. Могу сказать, что дофамин часто снижается при различных расстройствах и при вредной еде, при экстремальных видах спорта. Это может касаться различных вещей и действий как отдельно, так и в совокупности. Плюс дофамин бывает снижается ввиду генетических особенностей. Есть люди, у которых правда есть генетические особенности, которые влияют на производство дофамина. Другой момент. Подобная ситуация бывает приводит к разным последствиям. И нейробиология дофамина совершенно-совершенно разная. У кого-то это наркомания, у кого-то это химические зависимости, у кого-то это какая-то другая история. И, соответственно, дофамин очень сильно влияет на жизнь. И кто-то переедает, а кто-то мастурбирует, кто-то регулярно занимается спортом и изрядно себя так дрессирует, что уже адреналин слетает. Но все эти вещи, они временны, если вы можете действительно повлиять ситуативно и в длительной перспективе. Например, если вы знаете о себе, что вы человек склонный к зависимостям, склонный вообще к стрессу, каким-то другим проблемам, то, соответственно, дофамин вам нужно держать под контролем. Это значит, что сладости, различные жирные продукты, секс и другое, это влияет на производство дофамина, так же, как и экстремальный спорт. Могу сказать, что все эти вещи, они дают реально очень быстрый всплеск дофамина и потом его падение. Поэтому базовый уровень дофамина у каждого отдельного человека свой. Но если вы уже в жизни поиграли с ним и у вас были какие-то генетические особенности, то это может влиять на ваш дофамин. Химическая зависимость – это очень серьезная тоже зависимость, которая может возникать в ответ на те или иные стимулы. Поэтому что нужно делать – это общаться, выбирать себе дело по душе и отказываться от различных экстремальных видов деятельности, которые вам не под силу. Если мы с вами говорим про дофамин, то его, конечно, легко получить из продуктов. Но фишка здесь в чем? Надо научиться его синтезировать. И для того, чтобы насинтезировать, очень важно работать с самим запросом. Конечно, дофамин не работает, когда, например, есть диабет, паркинсона или какая-то другая история. Но если вы кушаете продукты, которые содержат качественный гликемический индекс и полны омеги, цинка, жирных кислот, коэнзима, магния, то все это будет влиять. И, кстати, если мы с вами говорим про ацетилхолин, дофамин и глутамат, об этом я буду снимать отдельное видео. Поэтому, если хотите подлатать свой дофамин, запаситесь терпением и перейдите, кстати, на продукты с низким гликемическим индексом. Это поможет немножко утихомирить вот эти перепады сахара. И другой момент, дофамин, конечно, вырабатывается, если вы постоянно стимулируете себя чем-то новым. Чем-то новым обучением, какими-то супер важными делами, которые максимально-максимально вам интересны. Если вам интересна моя жизнь, подписывайтесь на мой канал про здоровье и про профилактику. Пока-пока!